Мы будем начинать с тем, что у нас сейчас идет в любом случае вещание, которое будет записываться. Мы надеемся разослать всем заинтересованным лицам запись данного вебинара. Сегодня надеемся к нам еще коллеги в процессе присоединяться, потому что хотелось бы получить от вас вопросы, которые мы могли бы затронуть, на которые могли бы сегодня ответить. Мы сегодня в расширенном составе. Справа от меня Арина Сергеевна Кристофик, эксперт WorldSkills по компетенции основной средней школы, также Щербакова Татьяна Владимировна, многие я, Ольга Александровна Айкунова. Мы все эксперты от Союза и, собственно говоря, входим в группу разработчиков данной компетенции. И сегодня мы затронем разные аспекты, которые важны в преддверии нашего Мирозовского чемпионата на ВДНХ, который будет проходить 26-29 ноября и к которому сейчас все наши университеты готовятся. У нас будет 9 участников. Сегодня мы осветим основные вопросы, которые, на наш взгляд, важны, и которые как раз отражены в конкурсных заданиях, которые мы отправляли вам, в общем-то, после прошлого нашего пятничного вебинара. Я надеюсь, все успели познакомиться. Будем очень рады вашим вопросам, потому что есть изменения в конкурсных заданиях, и очень важно просмотреть это для подготовки своих участников, в общем-то, к чемпионату. Хотелось бы сегодня вам тогда рассказать основную рамку, основные изменения. Также Ирина Сергеевна расскажет сегодня про, в общем, оценочную схему, на что следует обратить внимание, какие изменения произошли перед как раз чемпионатом, потому что после всех чемпионатов была корректировка всех оценочных критериев. И вот Ирина Сергеевна осветит основные моменты, которые обычно у нас западают, и как обратить на них внимание, что с этим можно сделать. Татьяна Владимировна сегодня расскажет про такой вот важный момент, по моему технику безопасности, которую мы включили в оценочный компонент, и она для нас очень обязательна. Татьяна Владимировна проверяла, составляла технику безопасности для нашей компетенции полностью, проверяла ее, согласовывала, и она скажет, на чем можно сакцентировать внимание, чтобы, в общем-то, не получил ваш участник, но и именно по технике безопасности, потому что для нас финалов, для Межбудовского это очень важно. Также Татьяна Владимировна расскажет о схеме подготовки ваших участников, на что следует сделать внимание, обратить внимание, какие можно мероприятия провести для того, чтобы участник был готов вот к таким достаточно сложным заданиям, которые обычно мы наблюдаем, ну, испытывают необходимость ребята в том, чтобы их побольше прокачать в этих заданиях. Простите, пожалуйста, давайте начнем. Сегодня хотелось бы сказать по поводу того, что у нас 15 часов, ну, вот на Межбуде у нас будет на ВДНХ 15 часов все задания. Будут они скомпонованы в два дня, так как обычно у нас идет два с половиной дня, когда мы проводим свои внутренние чемпионаты, да, в каждом вузе, вот на ВДНХ у нас будет два дня, и я сейчас вот в табличке вам бы хотела показать, то, каким образом распределяется последовательность модулей по их выполнениям. То, что вы видите таким желтеньким выделено, это первый день. Все эти модули, все эти задания будут проходить в первый день. И те, что красненьким, таким розовеньким. Это модуль 3 и модуль 4, которые будут проходить во второй день чемпионата. Это будет достаточно интенсивная такая история. И так как мы находимся в соревновательных таких условиях, то вот мне очень важно, чтобы вы увидели и были готовы к этому при подготовке. Первым модулем у нас будет первый день, это модуль 2. Начнется он у нас с 10 утра. Ребята сядут и начнут готовиться. На подготовку у них будет полтора часа. Обратите внимание, что модуль 2 изменил своим названием. Раньше это было внеурочное занятие. Сейчас от этого названия мы ушли по причинам, в общем-то, всем известным, которые встречались на вузовских чемпионатах. Часто у нас внеурочное занятие. Даже когда мы внутри описываем, что необходимо его провести в формате проектной или исследовательской деятельности, в общем-то, это не выдерживается. Поэтому мы сделали больший акцент на том, что все-таки это организация проектной и исследовательской деятельности. И внеурочку убрали, а вот мы много минуты. Что бы хотелось сказать здесь? Что у нас, во-первых, на подготовку сократилось время 1 час 30 минут, и на выступление всего лишь 15 минут. Так как участников у нас будет 9, то у нас будет достаточно времени, то есть на все выступления мы, в общем, потратим 2 часа 15 минут. Выступление будет уйти. Как вы видите, все, первый весь, ну вот, модуль 2, первая часть, это пройдет вся до обеда. И ребята параллельно, как только в 11.30 они закончили готовить модуль 2, они сразу включаются в подготовку к модулю 1. Это подготовка и проведение учебного занятия. Они начинают готовиться, на подготовку у них 2 часа 30 минут. Там параллельно идет выступление, как у нас обычно, все запараллельно. На проведение учебного занятия у нас отводится 20 минут. Каждый участник ведет 20 минут. Мы решили не сокращать учебное занятие, потому что оно должно быть таким, как сказать, полным, целостным. Вот Ирина Сергеевна об этом еще расскажет. Что касается дальше, как только ребята у нас в 14.00 закончили подготовку по модулю 1, у нас будет спланирован обед с 14 до 15 часов. Не забываем покупать пакеты, потому что тогда ваши участники, собственно говоря, питаются на ДНХ согласно определенным талончикам. И мы приступаем после обеда в 15.00 к проведению модулей 4. Значит, также у нас идет параллельная, естественно, демонстрация. И ребята по модулю 4 готовят профессиональную педагогическую коммуникацию. Задание 1. Задание 1 – это подготовка видеообращения к родителям. На этом мы предполагаем, нам понадобится 4 часа. По опыту всех чемпионатов, которые проводились в вузах, больше 4 часов ребятам обычно не требуется. В 4 часа они достаточно хорошо укладываются, успевают и видеообращением работать, и проанализировать, и записать свои 5-7 минут. На второй день у нас остается более спокойная программа. Это модуль 3 – разработка интерактивного обучающего средства. Простите, пожалуйста, на нее мы отводим с утра до обеда 4 часа. Это когда мы готовим лекцию интерактивную, электронное обучающее средство. И модуль 4 – после обеда у нас профессиональная педагогическая коммуникация, где у нас идет педагогическая коммуникация с коллегами в формате круглого стола. Прошу обратить вас на это внимание. Это достаточно важный момент. Давайте перелеснем по каждому модулю, сейчас пройдусь, и затем перейдем к оценочным вещам. Так, у нас все меньше и меньше. Еще секунду. Так, вот. Задание модуль 1, которое подготовка и проведение учебного занятия. Сейчас мы идем не по тому, в какой последовательности они будут проходить, а в той последовательности, в которой они указаны у нас в конкурсных заданиях. Модуль 1 – подготовка и проведение учебного занятия. На чем важно бы хотелось сакцентировать внимание? На том, что тема модельного учебного занятия будет предложена экспертами. Мы ее сформулируем и набросаем несколько вариантов в день экспертов до самого чемпионата. И, в общем-то, оставим до дня, в который это будет проходить. В этот день мы определимся, выложим ребятам. Ребята могут эту тему узнавать. То есть до дня соревнований конкретная тема будет неизвестна. Также перечень запланированных результатов тоже готовится экспертами. Готовится в день эксперта ЦМ-1. И мы потом его предоставляем ребятам в день проведения. Возрастной диапазон у нас не поменялся. Это от 5 до 9 класса. Ребята вытаскивают жеребьевкой сам класс. И он один на всех. Тема одна на всех, результаты одни на всех. И класс один на всех ребят. Что важно? Тулбокс. Тулбокс согласовывается со мной не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата. Я бы попросила в каких-то случаях, когда вам необходимо программное обеспечение, писать пораньше. Если вы напишите мне где-то до числа 5-6 ноября, было бы замечательно, потому что я смогу тогда согласовать это с техническими экспертами площадки. Для того, чтобы они подсказали, могут ли они на то оборудование, которое заявлено, поставить данные программы, данные конструкторы, чтобы они были безопасны и чтобы вытягивался Wi-Fi. Так как Wi-Fi у нас будет на весь павильон 75.1. И, возможно, какие-то затруднения, прискачивания еще при чем-то. Поэтому, пожалуйста, укажите те электронные необходимые вам программы. Есть вариант, что мы откажем, но это по согласованию с техническим экспертом. Поэтому, чем раньше вы укажете, тем раньше вы сможете еще найти альтернативу. Пожалуйста, обратите на это внимание. В тулбоксе в этом задании можно пользоваться. У нас с волонтерами будут студенты колледжа. Первый, второй курс их будет 6 человек. Мы подбираем так, чтобы это было 16-17 лет. Это было схоже с основной средней школой возраст. Почему мы не берем детей, я уже и мои коллеги на многих чемпионатах уже рассказывают. На этом не буду останавливаться. Это достаточно сложное оформление детей. Содержание тулбокса мы оставили, в общем-то, прежним. То есть это демонстрационное оборудование по теме занятий. Но здесь очень сложно будет предугадать, потому что тему занятия предлагают эксперты. Я бы не рекомендовала это делать. Рекомендовала ребятам готовиться непосредственно на площадке с помощью тех средств, которые есть. Иначе ребята могут, в общем-то, в принципе, сбиться при подготовке. Канцелярские принадлежности – это те, которые необходимы в количестве волонтеров. Возможно, такое будет нужно. И лабораторное оборудование, возможно, у вас специфика предполагает, что вы хотите как-то показать, как у вас владеет лабораторным оборудованием ваш участник. Модуль 2. Организация проектно-исследовательской деятельности. Ну, в общем, описание объекта. Здесь очень важно. Вот Тиннигин я вызвала. Внеурочное проектное исследовательское занятие или исследовательское занятие. То есть все компоненты, которые отличают занятия учебные от проектного и исследовательского, они должны быть видны, они должны быть очевидны коллегам, которые оценивают, компатриотам, которые сидят, экспертам, которые сидят и оценивают. То есть, в общем-то, это должно быть понятно, это должно быть отличимо, и это очень важный момент. Вот Ирина Сергеевна еще раз тоже, я говорю, в оценке сакцентировать на этом внимание, потому что пока у нас есть затруднительный момент, что не всегда даже при указании прошлых чемпионатов были видны эти элементы проектного или исследовательского занятия, то есть они были неочевидны. И вот в этом году у нас было несколько хороших вариантов, и мы надеемся, что вот к этому мы будем все стремиться. Возрастной диапазон обучающихся 10-11 класс. Здесь, в общем-то, мы не тянем жеребьем, потому что 10-11 класс, они, в общем-то, схожи по возрастным особенностям, и вот ребята там как-то выбирают самостоятельно, 10-11 класс, они ориентируются. Здесь тоже есть возможность пользоваться тулбоксом, тулбокс согласовывается, если что-то необходимо, тоже пишите, пожалуйста, два тулбокса, то есть вообще вы весь тулбокс описываете в одном листе, не пишите, пожалуйста, мне в почту в теле письма, я в теле письма не всегда могу читать. Прикрепляйте, пожалуйста, ваш тулбокс в бортовском файле и пишите, что вам необходимо это оборудование для первого модуля, то есть для учебного занятия и вот для мне урочки, для того, чтобы я посмотрела и, в общем-то, стверила все это и согласовала. Здесь те же самые волонтеры, те же самые требования к волонтерам, волонтерам присутствуют. Давайте перейдем дальше к модулю 3. Модуль 3. Разработка интерактивного обучающего средства. На чем хотели бы сакцентировать внимание, что интерактивная лекция, тема предлагается, тема должна существовать, тема предлагается экспертами, это очень важно, и возраст обучающихся определяется жеребьевкой. Возраст обучающих у нас идет от 5-го до 10-го класса, ну, от 11-го. И мы выкладываем все, ребята могут самостоятельно, в общем-то, вытащить, но тему предлагают эксперты, тема у нас должна, ребята должны отобразить конкурсанты тема таким образом, чтобы сама лекция могла существовать самостоятельно и раскрывать эту тему полностью. Модуль 4. Профессиональная педагогическая коммуникация. Взаимодействие с родителями. Обратите внимание на описание объекта синим, моделирование ситуации взаимодействия с родителями, обучающихся для решения педагогической проблемы посредством видеообращения. Кейс предлагается экспертами. Кейс предлагается экспертами, и мы специально закладываем там время в конкурсном задании, даже говорим на то, что есть время проанализировать ситуацию. Пожалуйста, обратите внимание своих участников на то, чтобы анализ ситуации был, а не просто изложение того, что вот есть проблема, я сейчас вам даже ее решать не буду, я вам просто ее опишу. Но описывать проблемы не заложено в описание проблемы. Есть специальный раздел, который говорит анализ проблемы. То есть не описание, а анализ. Не надо родителям описывать ту проблему, которую получил ребенок, потому что часто на этом, в общем-то, ребята срезаются, и за это будут понижаться тоже оценки. Давайте пойдем дальше. Модуль 4. Профессиональная педагогическая коммуникация. Это коммуникация с коллегами, когда предлагается экспертами кейс, и этот кейс тоже выбирается с ребятами, каждый предлагает свое самостоятельное решение, затем выходит в пространство с другими участниками, и они вместе в формате круглого стола приходят к какому-то единому решению, при этом предлагая свое решение, аргументируя свое решение и как-то оформляя свое решение. И таким образом ребята должны его обсудить и вывести какой-то единый принятый проект решения уже от всей группы. Не только от себя, но от всей группы. Вот на чем важно мы бы хотели сакцентировать внимание. Посмотрите, пожалуйста, в оценочную схему. Сейчас мы перейдем к этим слову Ирине Сергеевне. А пока я просто хотела бы сакцентировать ваше внимание, что практически везде присутствует субъективная и объективная оценка, кроме разработки интерактивного обучающего средства. Так как мы говорили, что оно должно существовать самостоятельно, мы настаиваем на то, чтобы когда просматривают его эксперты по объективке, они должны все понимать, и все элементы, которые заложены в оценочной схеме, она не так сильно менялась, как в других, например, модулях. Она не корректировалась глобальным образом, поэтому вы можете вспомнить, какие требования были предъявлены в этом плане на прошлых чемпионатах и посмотреть, на что будет обращать внимание эксперты, где они будут ставить свои галочки, палочки для того, чтобы отземлить себя участника. Еще очень важный момент такой. Говорюсь, кто будет у нас входить в группу экспертов. У нас на площадке будут присутствовать я в качестве главного эксперта, Ирина Сергеевна Кристофе в качестве заместителя главного эксперта. У нас с Ириной Сергеевной нет права голосовать, мы сразу вам об этом говорим. У нас будет 9 участников, значит, у нас будет 9 компатриотов из разных вузов. И, собственно говоря, это достаточное количество экспертов на площадке для того, чтобы разделиться на 2 группы судейства, на объективную и мнение судей, то есть на субъективную и объективную. В объективке, напоминаю, у нас участвуют 3 экспертов. В субъективке у нас как раз остается 6 экспертов на площадке, и таким образом всегда будет в субъективке участвовать 5, компатриот не участвует, то есть он будет выходить для того, чтобы нам сократить движение по площадке перемещения, и так будет более рационально с нашей точки зрения. В общем-то, вот таким образом будем фиксировать. Может быть, сделаем пожребию, решим, в общем-то, с экспертами, компатриотами на месте, как мы будем распределяться. Пока нам из Союза подтверждено данный состав экспертный, если нам будет рекомендовано из Союза пригласить независимых экспертов, мы пригласим работодателей из региональных школ директоров или из московских школ, мы надеемся, мы направим тогда, если нам разрешат, два письма, и так, и так, вот, и надеемся, что там, в общем-то, будет возможность пригласить коллег. Еще бы хотелось сакцентировать внимание, вспомните, что у нас по некоторым из модулей, например, там, где существует демонстрация, это в модуле по подготовке и проведению учебного занятия, и в модуле по организации проектной деятельности, всегда есть еще объективная оценка на площадке, когда вот как раз смотрят по соблюдению техники безопасности, по таймингу. В этом случае мы наделим данными полномочиями тоже кого-то и субъективные оценки для того, чтобы они формально выставляли, видели, не видели, да, нет, да, нет, да, нет. Вот здесь, я думаю, что мы с вами договоримся на самой площадке, но вот просто, чтобы вы понимали, как будет происходить схема оценки. Сейчас я тогда передам пока слово Ирине Сергеевне, потом Татьяне Владимировне. Ирина Сергеевна, следите сейчас более подробно оценочную схему. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. Вопрос действительно достаточно сложный. Ольга Александровна, спасибо, уже достаточно детально пояснила общие организационные моменты, да, то есть я их не касаюсь, и поэтому перехожу непосредственно к анализу тех оценочных аспектов и субкритериев, которые заложены у нас в оценочную схему, ну, то есть то, что касается модулей непосредственно. Да? Да, конечно. Ну вот, то есть здесь тоже, в общем, не очень много изменений. Вы знаете, что любой модуль оценивается, и вы видите сейчас из схемы, из таблицы, что есть и объективные, и субъективные оценки, кроме одного модуля. Это связано с тем, что характер работы конкурсантов состоит в том, что они обязательно делают сначала проект своей деятельности, разрабатывают проект в виде сценария, а затем они его реализуют на площадке. Поэтому объективная оценка касается того продукта, который представлен студентам в деперсонализированном формате, то есть объективная оценка осуществляется по безымянному пробоку, то есть перед глазами у экспертов текст сценария, в частности, который неизвестно, кому принадлежит. Поэтому вот этот момент, он всегда такой очень сложный, потому что в тексте необходимо отразить всю структуру занятия. Да, и Ольга Александровна касалась этого момента, что занятие должно быть целостным. Если, например, на площадке студент может быть не успеть чего-то, или у него повернется как-то ситуация не так, как он предполагал, то в его сценарии этот аспект, этот момент, связанный с целостностью, должен быть обязательно отработан. И здесь надо иметь в виду следующее, что сценарий у нас предполагается, то есть сценарий, конечно, должен включать обязательные элементы планирования, то есть это и постановка цели, и постановка задачи, и описание всех фрагментов в виде этапов, то есть этапы деятельности. Этапы деятельности, и каждый этап должен быть результативным, и результативность этого этапа должна влиять на следующий этап. Таким образом, цель и результат, вещи взаимосвязаны, и это все должно, так или иначе, быть представлено в сценарии. Более того, мы даже заложили в оценку, и это уже прошло на всех вузовских чемпионатах, о наличии как минимум четырех этапов. Откуда взялись эти четыре этапа? Вы сами знаете, что любой какой-то целостный деятельностный акт, он как минимум троякий, то есть есть начало, есть основная часть, и есть его завершение. То есть мы как бы вводим ситуацию, мы эту ситуацию развиваем, и мы ее завершаем, как бы закольцовываем. У нас четыре этапа. Предполагалось, что это постановка задачи, то есть когда учитель вводит своих учеников в курс дела, то есть перед ними ставит вопрос какой-то, реанализирует ситуацию, которая заинтересовывает их, замотивирует их, и они таким образом включаются в изучение нового материала. Это обязательный этап, постановка задачи. Причем это может быть в любой логике, в логике развивающего обучения, в логике традиционного обучения, кто как умеет это делать, но тем не менее этап должен быть четким. Второй фрагмент, или второй этап, который есть в занятии в обязательном порядке, это вытекающие из постановки задачи. Если вопрос поставлен, задача сформулирована, ее надо решать, надо отрабатывать, надо осваивать какой-то новый материал, связанный с этой задачей. Сюда эти два обязательных этапа. И кроме того, есть диагностический этап и контрольный этап, то есть те этапы, которые показывают, что у нас на входе, когда мы начинаем занятия. То есть учитель диагностирует, вот экспресс-диагностику, он должен понять, что перед ним за группа детей, что они знают, что они умеют, к чему они готовы. Таким образом, диагностический этап – это естественное требование, современное требование к любому учебному занятию. Для того, чтобы дальше развернуть именно тот сценарий, именно тот вариант сценария, который соответствует результатам этой диагностики. И контрольный этап четвертый, который позволяет увидеть, достигнута или поставленная цель в занятии. Само занятие, то есть я сейчас просто чуть глубже вот здесь вот топчусь по этапам, потому что это было одно из самых таких сложных мест, и больше всего вызывало вопросов, что за этапы, как за 20 минут несколько этапов заложить, каким образом это сделать. Но это простая логика, поэтому вот сценарий описываете полностью, а что уже получается у студента на занятии, то и получается. Хотя вот мы видели несколько очень хороших примеров, когда за 20 минут действительно успевается все. Главное – соотнести свои возможности с теми условиями, в которые студент попадает, я имею в виду конкурсант. Это что касается хода самого занятия и описания его в сценарии. Вот этот был момент сложный. И еще раз повторяю, что это мы не только не убрали, а даже отточили вот эти аспекты, они остались на злооценочной схеме. Причем обязательно наличие этапа и качество этого этапа, там есть аспекты, касающиеся и наличия этапа, и качества самого этапа. То есть что на нем на этом этапе происходит. Происходит ли там контроль, какими средствами он происходит, ну и так далее. – Сергей, прошу прощения. Еще у нас есть важное такое изменение. Это то, что сценарий все-таки должен быть взаимосвязан с темой. – Я прошу прощения. – Да, как раз к этому я сейчас почему-то начала с начала с хода занятия. Теперь вернусь к теме. Тема занятия, как вы помните, у нас предполагается не предметная, а межпредметная или метапредметная. И это вызывает тоже определенные трудности, но тем не менее мы и на конференции, и в ходе проведенных чемпионатов все-таки решили остановиться на этом формате. То есть это метапредметная тема. И это означает, что в каждой теме есть какое-то понятие универсальное, межпредметное. Ну вот был пример природа не терпит пустоты. И такое понятие, как природа, оно действительно универсальное. То есть мы можем на нее посмотреть и с физической стороны, и с социальной, и с психологической, и с какой угодно. И со стороны искусства. То есть мы можем это понять и развернуть в том направлении, в каком мы знаем, умеем, любим и хотим рассуждать. Я имею в виду, мы конкурсанты. Это из позиции конкурсанта. Более того, если это межпредметная тема и метапредметная тема, то и тот результат, который предполагается в данном занятии, именно в рамках этой темы, это метапредметные умения. Помните, что вы их выбираете, вы их формулируете самостоятельно. Именно те метапредметные умения, которые должны в итоге демонстрировать, развитие и формирование которых должны демонстрировать наши конкурсанты во время выполнения задания. Поэтому я хочу обратить внимание на то, что очень часто студенты, даже очень хороший, хорошо он владеет аудиторией, хорошо работает с техническими средствами, с гаджетами на площадке. Но при этом тема раскрывается либо очень однобоко, либо слишком... Мы же говорим о том, что тема межпредметная, но тем не менее мы можем использовать разные, в том числе и предметные материалы. Например, есть такой пример. Тема красота – это вечность, длящаяся мгновения. А девушка, конкурсант начинает свое рассуждение с того, что красота, что это такое. А дальше переходим к понятию красота человека, внешняя красота человека и еще более конкретно. Кожа как фактор красоты, человеческой, внешней, человеческой красоты. И занятие сворачивает в русло биологии, то есть кожа, эпители и так далее, состав, слои. Ну то есть явно, я сейчас так немножко грубовато выражусь, притянуто за уши вот это содержание к данной теме. Хотя в самой теме красота, вечность, длящаяся мгновения есть и понятие универсальное, и даже заложено некоторое противоречие. Оно даже просто лежит на поверхности многомгновения и вечность. То есть есть над чем думать, есть над чем рассуждать. И я хочу обратить внимание, что тема, конечно, сложная, но она требует не столько, может быть, знания предмета, но более широкого кругозора, более глубокой культуры общей. Поэтому мы хотим все-таки остаться пока на этой позиции. То есть тема формулировать аналогичным образом, тема метапредметная. И хотим очень порекомендовать просто сейчас поискать разные высказывания известных людей. Вы видели, что в основном все темы были сформулированы именно как высказывания мыслителей. Поискать эти высказывания и попробовать со своими конкурсантами порассуждать по этим темам. Именно порассуждать не плоско, а попробовать выявить противоречие, попробовать его всесторонне покрутить. Поэтому я почему здесь так долго топчусь? Потому что тема занятия, на самом деле, если у нас вот такая ситуация возникает, что в сценарии тема не отражается, то тогда считается, что студент, конкурсант не приступил к выполнению задания. То есть обнуляются все баллы, потому что тема не раскрыта. Вот такое сейчас будет требование. Оно жесткое, но есть примеры, скажем, в ЕГЭ, в английском языке, в этом году, там, где кусочек сочинения, 20 баллов за него дает, и если тема не раскрыта, то ни одного балла учащихся не получает. То есть такая нормальная практика, тема не раскрыта, ноль. Это что касается темы. Есть тут какие-то добавления? У меня еще одно небольшое дополнение именно к учебному занятию. Всегда спрашивают про то, на подготовку интерактивной панели. У нас будет интерактивная панель по застройке. Вы ознакомьтесь, пожалуйста, с инфраструктурным листом, который присутствует, потому что там указаны все технические параметры, которые, в общем-то, будут в оборудовании на площадке. То есть это будет интерактивная панель, не смарт-доска, а интерактивная именно панель. Мы вчера встречались с техническими экспертами, зафиксированными от Союза по застройке. Они сказали нам, что они сделают соединение планшетов с данной доской, и таким образом ребята, которые являются обучающимися, выполняют роль обучающихся, и также участник может с планшета выводить на интерактивную панель изображение. Я еще поясню про интерактивную панель. Интерактивная панель сама по себе компьютер внутри. То есть не надо ничего делать, переходить к ноутбуку или что-то там делать. В общем-то на интерактивной панели все отображается, все видно, поэтому работать можно будет в связке между, у нас я сразу могу пояснить, там будут Apple-овские планшеты и интерактивная панель. И всегда задается нам вопрос, подготовка интерактивной панели, она входит в тайминг или не входит? Отвечаем в этот раз более конкретно и по оценочной схеме. Входит, входит внутрь и фиксируется не более двух минут после входа в демо-зону. Вот это тоже очень-очень важный момент. То есть мы переходим уже к следующему субкритерию, это организация работы на площадке. То есть Ольга Александровна сказала о том, что надо включать его обязательно на глазах у экспертов, вернее не включать, а активировать на глазах у экспертов. И вся работа, которая организуется на площадке со смарт-коской, с панелью, точнее, и с планшетами, это работа, которая оценивается достаточно высоко. И есть требование, что она должна составлять не меньше половины времени работы на площадке. Прямо аспект такой есть. При этом надо понимать, что... Да, 10 минут от 20. Надо понимать, что это не просто презентация на доске, которая висит все 10 минут, а это активная работа. То есть должны активно участвовать и ребята, и сам конкурсант в позиции учителя. То есть вы работаете с какими-то порталами, с какими-то инструментами, которые там для обработки данных, для визуализации, для масштабирования и так далее. То есть все это демонстрирует ваш конкурсант, при работе с панелью. И это оценивается довольно высоко. Но с другой стороны, должна быть работа, связанная с непосредственным говорением. То есть говорят и учащиеся волонтеры, и конкурсанты. То есть речь должна звучать. Тоже зафиксирован как специальный аспект, звучащая на площадке речи. При этом оценивается и грамотность в учащихе речи. Ну и грамотность письменной речи тоже. Очень настаивали все. Но что касается работы в коммуникации на площадке, обратите, пожалуйста, внимание. Очень часто специально поставлены маленькие столики, чтобы их можно было сдвигать, то есть парами, тройками, как-то ставить их круглым столом. При этом очень часто конкурсанты становятся на то, что он просто сдвигает столы, а что там внутри происходит в этой группе, в малой или в паре, он не контролирует. И он никак это не задает, то есть как задание не задает. Надо обратить внимание на то, что если уж они сели в группу, то задание должно предполагать коллективно распределенную деятельность. Вот этот момент, связанный с распределением деятельности, это очень важно, это высоко оценивается. То есть каждый участник, например, пары или мини-группы, должен, получая задание, понимать, какая часть задания выполняется им, какой вклад он вносит в работу этой мини-группы. И это экспертами оценивается. То есть они не просто сидят ребята и случайным образом там как раз что-то сказал, а между ними должна распределяться работа в паре, работа в мини-группе или работа в этой большой группе, если они сидят в группе. Поэтому не только видимость перемещения, передвижения, переорганизации пространства под коллективную работу, но и само задание должно носить характер коллективно распределенной деятельности. Вот этот важный момент. Это то, что на самом деле очень трудно дается студентам, конкурсантам, но на это надо обратить внимание. И, конечно же, то, что касается диагностики и контроля. Для чего нужна была диагностика, я уже сказала, диагностика нужна для того, чтобы понять вообще, что за учебная группа перед учителем. И поэтому сценарий, кстати говоря, закладывается как минимум два варианта развития событий. Там должно быть прописано для разного уровня подготовки ребят. И здесь, на площадке, когда выходит конкурсант, он тоже должен демонстрировать этот момент, когда он принимает решение по результату диагностики. То есть, что он увидел в ходе диагностики за первые несколько минут, и что тогда он в результате, какое решение он принял, что он собирается делать на площадке. Это должно быть либо озвучиваться, либо как-то фиксироваться, либо как-то демонстрироваться. Вот этот момент обязателен. И последний этап – контроль, когда необходимо подвести итоги, но подвести их не просто так, но тоже должна быть проведена некая процедура, экспресс-контроль, экспресс-оценка, в ходе которой мы понимаем, чему научились ребята, какой результат они получили. Причем не вообще результат, а он должен быть в русле тех целей, которые поставлены, и тех метапредметных умений, которые были сформулированы в задании для него, как учителя, который работает над формированием этих умений. Вот это вот такие требования к учебному занятию. Здесь наиболее такой сложный и основательный момент, с которым нужно работать, потому что ситуация полной неопределенности, все получает студент в непосредственно площадке, как сказала Ольга Александровна, поэтому здесь ему сложнее всего. Вот эти моменты, если учесть, то тогда мы будем видеть очень хороший результат. Коллеги, мы технически обещаем. Часто задаете вопрос, ну, вот, или так, чтобы мы все-таки больше договорились с вами сейчас, проговорили какие-то сложные моменты. Взаимодействие со всякими разными техническими средствами, если оно указано в оценочной схеме, которую вы получаете на руки, когда выступаете компатриотами, если написано, что взаимодействие с компьютером, ну, не с компьютером, а с интерактивной панелью, с интерактивной доской, то это взаимодействие не то, что мы просто пальчиком туда тыкаем, давайте сразу договоримся, что мы любим всех ребят, но это, значит, как бы ситуация конкурса. Вот, и здесь очень важно то, что это все-таки какая-то осмысленная деятельность, связанная с занятием, и это важно. Да, надо, чтобы как можно больше функций этой интерактивной доски были продемонстрированы на антенции. Поэтому как раз присылайте, посмотрите, пожалуйста, на техническое описание, вот я еще раз акцентирую, что можно с этой интерактивной панелью делать, вот интерактивная панель, еще раз говорю, техническое описание, оно есть. Посмотрите, какие на него встают возможности, как ее можно использовать, потому что, ну, это немножко другой формат, нежели все-таки доска. Вот, она может работать и как смарт-доска, насколько я вот видела, как работают ребята на ней, есть определенные другие возможности, и большая просьба все-таки тогда присылать те программы, которые вам нужны, для того, чтобы мы могли опробовать это с техническими экспертами на том оборудовании, которое нам дают, в общем, от коллег. Вот у нас вопрос, Ирина Сергеевна, вам, зачитаем вопрос, чтобы все видели, Ирина Сергеевна, я правильно поняла, что в сценарии нужно отразить как минимум два варианта действий на различные случаи результатов диагностики. Да, действительно, это так. Для того и сценарий, для того и планирование, и для того вы и готовитесь к занятию, чтобы понимать и предугадывать возможные варианты развития событий, потому что на площадке некогда будет выдумывать, они должны быть заготовлены, эти варианты. Понятно, что может оказаться еще и третий, да, непосредственно на площадке, но два как минимум мы просим, остальные хотя бы продумать, но два нужно показать. То есть диагностика должна выводить на два возможных варианта действия. Еще важный момент такой, что, опять же, по техническим, это вариативный опыт оценивается в сценарии, если у нас у второго вопроса, просто активный участник есть, спасибо вам, активно держать. Да, конечно, за это выставляется балл, есть такой аспект, не менее двух вариантов, многовариантность есть такой аспект. Вот у нас есть историки, они любопытные, они готовятся, да. Спасибо большое. Еще хочу на чем сакцентировать внимание, есть такой оценочный критерий, как все-таки то время, тот тайминг, который говорят сами ученики. И этого не надо избегать, поэтому, ребят, предупредите, что даже несмотря на то, что все-таки ситуация конкурсная, тревожная, что они должны давать возможность высказываться своим ребятам, тем, которые будут выступать в росте, с которыми они будут работать. Наверное, по оценке важный момент по проектной исследовательской деятельности, потому что это всегда такая достаточно сложная рубрика во всех чемпионатах, и мы ее еще и сократили до 15 минут, еще и саму тему разрешили ребятам выбирать. Мы на это шли, в общем-то, осознанно, и Ирина Сергеевна сейчас раскроет, в чем осознанность наших решений и ваших предложений в эту сторону, в том числе, потому что мы не самостоятельно это решили. Нас натолкнуло на это экспертное сообщество, музыканские федерации, которые проходили с нашим участием. Спасибо большое. Итак, вторую модуру – это проектная или исследовательская деятельность, организация проектной исследовательской деятельности. При этом это означает, что есть проектная деятельность, есть исследовательская, и это не одно и то же. И, опять же, в сценарии должно быть точно отражено, что это за деятельность, и описание сценария должно соответствовать исследовательской деятельности. То есть конкурсанты должны, например, понимать, что исследовательская деятельность в качестве результата всегда предполагает какое-то новое знание. И если разворачивать исследовательскую деятельность с учащимися, это значит, что в итоге должны сделать открытие буквально. Это может быть открытие всеобщее, а может быть оно какое-то индивидуальное для себя открытие. Если же это проектная деятельность, то тогда что происходит? Либо создается некий продукт материальный, либо какая-то новая структура деятельности. То есть это элемент деятельности, мы меняем деятельность. Не знание, а деятельность практическую. И в этом такой основной принцип. Хотя есть и другие отличия от исследовательской деятельности от проекта, но я сейчас не буду углубляться. Но в сценарии должно быть четко обозначено, какая это деятельность. И по описанию должно быть видно, что это описание соответствует именно структуре исследовательской деятельности и характеру исследовательской деятельности. А что общее там и там? Это обязательно наличие проблемы. И в той, и в другой деятельности присутствует анализ проблемной ситуации или анализ проблемы, из которой вырастает исследовательская проектная задача и потом строится соответствующая деятельность. То есть это означает, что в сценарии вы вместе с конкурсантами должны научить их отражать эту этапность, которую я сейчас сказала. И в обязательном порядке на площадке, насколько я понимаю, мы не настаиваем на целостной демонстрации, хотя и такие варианты тоже. Вот я, например, наблюдала очень интересный пример на одном из чемпионатов, когда строилось исследование. 20 минут всего было на это потрачено. Оно было полноценным. От анализа проблемы до практического результата. И там было и наблюдение, и сбор данных, и серия экспериментов, 10 экспериментов за 20 минут. И это было привязано к практической ситуации. И потом было встроено более масштабное исследование. То есть на портале, когда ребята встроили свои данные, они увидели подтверждение их результата. То есть тот результат, который у них был, он так или иначе был коррелировал с теми результатами, которые были представлены на портале. То есть на самом деле возможность есть. Даже за эти 20 и 15 минут развернуть полноценную деятельность. Просто нужно быть мобильным, динамичным. Занятие было очень быстро. И в этом, кстати говоря, помогает именно техника, именно возможность выхода на разные ресурсы в интернете представленные, в разные порталы. И вот это такая подготовка и готовки должны быть. В этом смысле, когда Ольга Александровна говорит, что, пожалуйста, продумайте, какие вам нужны сервисы, интернет, какие ресурсы, какие у вас будут порталы, сайты и так далее, другие какие-то возможности вы предполагаете применять, то это очень серьезно. То есть это то, что на самом деле организует деятельность и делает ее и продуктивной, и мобильной очень. Поэтому жесткого требования на целостность представления проектной или исследовательской деятельности отсутствует. Но если это будет продемонстрировано, то тогда, конечно, понятно, что от этого не очень высоко ценится. Ну вот, собственно, атака, свобода, пожалуйста, действия. И, конечно, все, что касается организации работы с техникой, с гаджетами, с панелью, то, что касается организации коммуникации, эти аспекты во многом повторяются. То есть, когда у нас идет занятие, когда у нас работа в проектном формате, всегда учитель взаимодействует с учениками, и способы взаимодействия, техники коммуникативные оцениваются примерно одинаково. То есть требования на них примерно одинаковые. Еще очень важно, наверное, мы выразим еще в общем, почему все-таки от внеурочки. Потому что очень часто... От термина внеурочной деятельности. От термина внеурочной деятельности. Хотя мы преследуем цель внеурочной деятельности, вытянутую через исследовательскую, проектную деятельность. Причина связана с тем, что у нас внеурочка, как оказалось, распалась в понимании ребят, самих обучающихся и самих конкурсантов, которые на два типа. Это типа продолжения урочного занятия, то есть некая настройка над урочным занятием. Либо организация досуга. Либо организация досуга и поделки. И, к сожалению, в 10-11 классе поделки по возрастному цензу, они как-то совсем не проходят. Если с 5-го до 9-го мы как-то могли еще бы согласиться. Но так как мы на 10-11 классе, и постоянная вот такая типология, то внеурочку давайте доделаем какой-то предмет. Либо давайте сделаем акраме. Но она, в общем-то, не подошла нам. И вы сами, как эксперты, это тоже отмечали. Поэтому мы решили вот настолько радикально как-то выставить вперед исследовательскую, проектную деятельность для того, чтобы это было вот другое. Для того, чтобы ребята сами сориентировались, им было легче в ориентировке, чтобы их не путало само название. Вот, в общем-то, важный такой элемент, чтобы вы понимали логику изменений. По интерактивному средству, третий модуль, Ирина Сергеевна. По интерактивному средству изменений никаких практически нет. Программирование убрали как элемент оценки, потому что мы часто сталкивались с вами. Ну, программирование – это само собой разумеющаяся вещь в данном задании. Эксперты рады. Я просто читаю чат. Эксперты рады, которые присоединились к нам. Программирование мы скорректировали. Это не означает, что его там не будет. То есть оно оцениваться не будет, как таковое. Но, тем не менее, чтобы интерактивное средство сделать интерактивным, все равно программирование как механизм. Ну, это так, наверное, с точки зрения того, что им не придется искать и отделять. Мучиться над темно. Да, мучиться поисками программирования и пониманием того, что все-таки программирование или не программирование. Ну, например, сама интерактивность полагает, что там заложен элемент программирования, когда есть тест, когда есть программирование. Это называется, мы назвали, у нас это название уже было. То есть, как структура самой лекции видна, что он не скачет там без логики. А есть какая-то определенная структура, и она в критериях указана, эта структура. То есть, как бы, видно, что переход логичный, все переходы логичны. Да, вот здесь такой вопрос по поводу тем, которые мы формулируем для интерактивных лекций. Они опять носят характер такой межпредметный и надпредметный. Вот, может быть, я думаю, какие-то есть пожелания в этом месте, да? Может быть, мы могли бы здесь что-то... Галина Валентиновна, вы у нас единственный слушатель сегодня. Пожалуйста, если у вас есть какие-то пожелания, то мы в первую очередь рассмотрим. А всем остальным коллегам придется присоединиться к нам по почте и, десказать свои пожелания, зафиксируйте после просмотра. Да, все. Вы присылайте, пожалуйста, потому что экспертное сообщество в этом плане, оно может радикально сейчас внести, повлиять на то, какие темы это будут, потому что время на рассмотрение у нас еще целый месяц есть, и, в общем-то, мы можем экспертам предложить именно те варианты на площадке, которые предложит экспертное сообщество, которое уже не первый год с нами, вернее, уже второй год с нами работает. Ну и что касается коммуникации, модуль коммуникации, он, по-моему, тоже не сильно у нас поменялся с точки зрения требований. Само задание практически осталось неизменным, да, и по формату, и по продолжительности, и по каким-то там аспектам, да, которые не сильно меняли. Не сильно меняли, учли пожелания относительно вот грамотности речи, на это обращать внимание, относительно, как это, взаимодействия. Вот во втором задании, когда взаимодействуют между собой ребятами на площадке, да, тут конкурсанты, там, были какие-то небольшие. То есть, наносила характер уточнения, то есть, все прежние аспекты остались. Там есть небольшие корректировки, которые были связаны с недопониманием, да, которые были обеспечены. Да, и время на дискуссию общую было увеличено до часа. Это важно. Да, да, да. Общая дискуссия у нас 10 час, а подготовка длится полтора часа, то есть, вообще, время вот круглого стола, это два с половиной часа. На самом деле, это не так много, потому что у нас, смотрите, если 9 участников, то даже просто каждый скажет свое слово, да, вот, получается, на человека 6 минут. Это при том, что без начала, окончания общего, то есть, ребята должны понимать, что они все равно в цепь ночь работают, при том, что вроде бы целый час обсуждения, вот, но себя нужно показать, потому что оценочные ведомости, опять же, у каждого эксперта по каждому участнику, да, и поэтому он должен показать, и как он слушает, и как он говорит, и как он отвечает, и как он себя ведет в общем процессе коммуникации, поэтому времени немного. Вот, и то, что говорит Татьяна Владимировна, очень важно, то есть, человек в коммуникации должен себя показать по-разному, не только в монологе. И важно, что вот, важно, что в монологе есть как в критерии. К сожалению, да, очень часто на чемпионате, когда мы смотрим вот это именно задание, круглый стол, выходит конкурсант, и в течение пяти минут он рассказывает о своем решении, о своей позиции и так далее, и времени на обсуждение не хватает. Поэтому в качестве аспекта, я вот не помню, внесли или внесли, я бы сейчас добавила это, первое выступление не больше, например, полминуты, то есть он должен за полминуты сформировать все, ну или там не больше минуты. То есть вот это вот ограничение по времени я бы вносила... Ну, мы можем сейчас записать, как рекомендация, что у меня половина была. ...изменения там. Да-да-да. И там обсудить. Потому что иначе у нас получается, вот 9 человек каждые 6 минут вещает, и мы в итоге целый час вот наблюдаем за таким не очень-то жизнерадостным натуреющим. Вот, и откуда потом в итоге результат период обсуждения не понятен. Да, и они просто выбирают одну из каких-то людей. Да, людей, и, естественно, не соглашаются, потому что общий вариант, ну, как бы, ну, хотя при этом видно часто, что некоторые ущемлены, и их идея была, в общем-то, в принципе, противоположна даже, и согласие явно такое вымученное. Очень важно еще хотели, знаете, что, значит, акцентировать внимание на том, что визуальная демонстрация своего проекта решения. Визуальная демонстрация своего проекта решения это не два, две строки на флип-чате. Это не то. И для этого мы как раз дали полтора часа, где дан анализ. И надо, ребята, ориентировать, что там они не только 140 слов закладывают и обдумывают, но все-таки готовят какую-то визуальную поддержку своего, своего мнения. И не только пишут там свои, если они готовят, например, презентацию. Я считаю, вот это, вот это. То есть они делают все-таки более глубокий анализ проблемы. И этот анализ должен быть подтвержден какими-то данными, не личными данными. Ну, то есть я так думаю, это мое мнение. Это, конечно, очень прекрасно, но мне не должно поддерживаться какими-то материалами, данными, историей вопроса, фактами, которые бы сделали бы это визуальное выступление аргументированными. То есть я бы рекомендовала все аргументы выводить на поддержку в виде слайдов. В виде слайдов небольших. Ну, либо какие-либо видеофрагменты. Ну, то есть что-то, что было бы активным аргументом. Что-то на доске, они должны что-то. Это не две строчки. Возможно, две строчки – это какая-то консистенция, которая вытекла из этого всего, и ее зафиксировал кто-то вот. Это важный момент. Кто-то самый активный. То есть на этом будем очень настаивать на самом, в общем-то. То есть это не то, что формально, но он же написал что-то в двух строчках зеленым маркером на доске. Нет, коллеги, мы все понимаем, что мы бы не это хотели бы ребятам увидеть на практике в школе, и то есть у нас не совсем бы это гуртворило. Поэтому. Ну, вот, собственно, да. Есть один и очень важный аспект, который, мне кажется, упускают очень часто. Вот это умение взаимодействовать таким образом, чтобы, продвигая свою идею, не затаптывать другого, то есть его поддерживать. Ну, или начинать с нуля все время. Да, да, да. Аналитика такая. А тут раз, и так вот нулился заново, нулился. Вот это вот внимание к чужим идеям, то, о чем говорят коллеги, это, оно проявляется в коммуникации. Да, ну еще... То есть это отсылка к тому или другому мнению. И причем, как это она продуманная отсылка, не так, что, ну вот давайте каждый свое мнение выскажет, а мы потом что-то сделаем. Да, да, да. А именно такой везде нет диалога больше. Ну, и еще очень боль моя такая важная на площадке, потому что площадка 75-й павильон очень большой и достаточно электрифицированный, я бы так сказала, с высокоточным оборудованием рядом с нами, да и у нас, в общем-то, оборудование все завязано на проводах, но еще пока по Wi-Fi мне все как-то уложили. И важно, важно, очень хотелось бы Татьяну Владимировну попросить сказать о том, что у нас есть такие критерии, и что мы достаточно жестко будем себя вести на площадке. Да, коллеги, принципиально каких-то таких уже инноваций нет, но у нас действительно техника довольно дорогостоящая, техника, которая дает возможность поработать и проявить себя, поэтому, с одной стороны, нам нужно, чтобы ребята со всем этим поработали, с другой стороны, чтобы все это работало и служило, и не ломалось. Поэтому в каждом задании, которое у нас есть, и плюс еще я хотела обратить внимание к тому, что у нас открытая площадка, то есть эксперты наблюдают и за тем, как ребята работают. Есть самые базовые требования к соблюдению техники безопасности. Везде, где мы работаем с техникой, в рабочей зоне, рабочее место, компьютер, в демонстрационной зоне, это и то, где будут лежать планшеты на столе у учеников. Это все забота конкурсанта, когда он выступает и работает в демонстрационной зоне. У нас были случаи, когда техника предоставлена, конкурсант начинает проводить такую механическую работу и предлагает ученикам, собственно, развернуть раскопки археологические мини на столе. И ребята делают это на компьютерах, на планшетах, пользуясь им просто как подставкой. Вот эти вещи все недопустимы, поэтому обратите, пожалуйста, внимание своих участников к тому, что и рабочее место должно быть в порядке всегда, и когда он работает, и когда он с ним не работает. Техника требует отдыха, соответственно, если в данный момент вы либо удаляетесь в комнату конкурсантов, у вас перерыв, либо вы выступаете, технику нужно закрыть, да, хотя бы там перевести в спящий режим, чтобы техника у вас все время не горела, не работала, поэтому в технике безопасности есть момент, что время работы не более двух часов на технике, соответственно, и для себя, чтобы и свое здоровье сохранить, да, и сохранить технику в том числе, значит, мы просто базовые, самые общие требования вообще к электронике используем. Рабочее место, уходя показывать урок, да, должно быть в порядке, там не должно быть лишних предметов. Есть, пить на площадке нельзя, у ребят всегда есть возможность удалиться в комнату, правила, они все ознакомлены, поэтому они могут все необходимые вещи, то есть вот пересечение там еды, воды, да, и может быть ни на площадке, ни в рабочей зоне. Если кто-то ставит опыты, естественно, в тулбокс вносится все необходимое оборудование, тулбокс находится у нас в демонстрационной зоне, да, в стеллаже. Да, вот, мышка у нас здесь не покажет, да, ну вот, да, слева от стола у нас есть стол, на котором тулбоксы присутствуют, и, соответственно, если техника не нужна ученикам во время работы, соответственно, можно, да, всегда, ну... Ну, то есть он свободный стол, специально резервный. Можно сказать, отложите, переложите, если вы понимаете, что это сложно, сам быстренько прошел, собрал, это займет 2-3 секунды. Вот, поэтому самые общие вещи, шнуры максимально попытались убрать, так, чтобы они не мешали, но когда ребята, соответственно, передвигают столы, да, они должны понимать, что даже если мы что-то сдвигаем, у нас есть элементарные рамки пространства в, там, 30-40 сантиметров, которые должны оставаться для обеспечения свободы входа-выхода, да, вот, поэтому вот это все тоже оценивается в объективной оценке работы на площадке, и у ребят нет системы обслуживания. Написали сценарий, у них есть задание, что вы должны предоставить его в распечатанном виде трех экземпляров. Соответственно, вопрос отправить документы на печать, это забота конкурсанта. У нас были случаи, когда конкурсанты терялись и говорили, что в принтере нет бумаги, где ее взять и так далее, и нам должны в этом плане помогать волонтеры. Это все элемент их собственной подготовки, все это входит в то время, когда они выполняют задание. Все материалы на площадке присутствуют. Если в принтере закончилась бумага, ваша задача конкурсанта ее достать, положить в принтер, распечатать, нажать на кнопку, скрепить скрепкой, да, то есть это полностью их. То же самое касается того, в каком состоянии конкурсанты вставляют демонстрационную зону. Если на урок отводится 20 минут, на, соответственно, проектную деятельность 15 минут, в это время у нас входит и подготовка, и дальнейшая уборка помещения, да, чтобы его привести в исходное положение. Никаких разбросанных бумаг, карандашей и всем прочим, чем пользовались. То есть это должен быть абсолютно готовый класс, мини-класс такой, да, для следующей демонстрации. И хлебчат в том числе, может быть, свободен класс. Да, ну, если хотя бы оценивать, это все есть в объективной оценке. Вот, поэтому обратите, пожалуйста, их внимание. Это понятно, что стрессовая ситуация. У нас, кстати, в технике безопасности много внимания уделено тому, что все и конкурсанты, и эксперты работают два дня довольно интенсивно. Это стрессовая ситуация, действительно, для всех. Ситуация такого серьезного напряжения и внимания, и зрения, да. Поэтому, вот, наверное, я, если нет вопросов по технике, оно все выложено в системе документов на портале, поэтому можно посмотреть, но ничего такого закрытого, секретного, чтобы мы спрятали куда-то вот вовнутрь, да, что там где-то вот про розетку никому не сказали. Такого у нас нет. Поэтому я, наверное, тогда перейду к вопросу подготовки, потому что у нас с вами осталось, вот, ну, у нас уже времени, да, практически не осталось. И у нас остался ровно месяц до начала соревнований, поэтому вот за этот месяц стоят микроскопы... Про микрофоны, да? Я, наверное, отвечу, потому что я встречалась с техническими экспертами. В этом году у нас площадка стоит чуть глубже, и мы не на входе, вот, если я вот как-то по павильону правильно сориентировалась, то мы не на входе, и у нас ситуация следующая. Нам по закупке провели два петличных микрофона, то есть у нас будет, как в прошлом году, два петличных микрофона, более сильная система звукопоглощения, наверное, да, это так и называется, которая будет регулировать, чтобы микрофон как бы не фонил. Вот, единственное, я понимаю, про что вопрос? Вопрос про то, что будет ли слышно обучающихся. Не знаю пока. Поедем тестировать, как только застройка будет. Вот, и надеюсь, что так, как мы обнесены с двух сторон стенками, что у нас будет более такое, более тихое пространство. Это очень важно. В прошлом году, я понимаю, про что сейчас, в прошлом году было достаточно тяжело, но вот в этом году у нас точно будет два петличных, и один тоже переносной такой микрофон, в который ребята могут как-то отвечать, передавать друг другу. То есть вот рассчитывается только на это. У волонтеров, да, да. То есть у каждого не будет, не будет. Только вот у нас три микрофона на всех. Что есть, то есть. И гарнитуры у нас есть для записи видео на рабочих листах. Правильно. А как же во время коммуникации? В прошлом году во время коммуникации у нас была история о том, что ребята как раз вот в этот момент и могли себя тоже показать. Они передавали эти микрофоны друг другу, и как-то вот в этом случае мы тоже могли видеть их поведение, их передачу. То есть они передавали микрофон. Вот как бы в коммуникации, это я сейчас понимаю, второй день, который связан с... Делого саду. Да, да, да. Передавали. И мы, ребята, предупредим, что если будут слышимость плохая, чтобы они передавали. А время? Время нет. Мы не увеличиваем время, это все вот туда же и входит. То есть нет гарантии, когда у нас будет 9 микрофонов на каждом, да, что они... Это большая проблема, да, что они будут все равно фонить, и поэтому вот именно для этой процедуры, для круглого стола специально не увеличивали. Может быть, я думаю, что у нас все-таки, смотрите, вот здесь у нас, да, стяночка рухая, да? Я просто могу сказать, что нас не обеспечили просто. Нас не обеспечили пока, и вот в следующем году, возможно, нас Союз в этом случае перенес, просто зная, что у нас такая коммуникативная активность достаточно интенсивная, они нас принесли поглубже просто, понимая историю, потому что застройку занимается... Вполне возможно, что сама демонстрационная зона будет потише, потому что у нас... Да, да, да. Галина Валентиновна, да, я про это и говорю, что само устройство площадки сейчас, оно сделано таким образом, чтобы... Вот если это глухая... Да, это глухие первые стены. Да, это глухие стены вот с правой и левой стороны. Вот это тоже, да. У ребят тоже здесь есть такой вот уголочек, точка такой. В связи с этим будет потише именно. Мы поглубже в павильоне и потише будет. Вот, да. Да, ну тогда я возвращаюсь к подготовке, собственно, что можно сделать за месяц? За месяц можно поработать с ребятами уже, во-первых, по поводу проектно-исследовательской деятельности, да, это содержательная работа. По поводу урока, вот много сегодня вы уделили внимания, специальный урок, потому что урок, по сути, весит одну треть почти от конкурсной оценки. И 70% вот этого весит сценарий от этих тридцати. Да, то есть вот проработать структуру, как писать, в табличке, не в табличке. Вот действительно, я бы поработала здесь над какой-то возможностью сдать ребятам формат, да, при том, что содержание будет, будут нарабатывать здесь. А в плане подготовки, вот я бы сакцентировала внимание на то, что мы готовим их психологически прежде всего к этому. Конкурсантов много, да, 9 человек, они прекрасно понимают, что себя нужно показать, чтобы тебя запомнили, себя проявить. Поэтому у нас еще вот самые конкурсные, конкурсные дни распределены так, что, по сути, смотрите, вы по результатам первого дня будете понимать, насколько хорошо, удачно или неудачно ваш конкурсант выступил в первый день. И заключительный этап, круглый стол, он прям совсем заключительный. И здесь действительно накал страстей будет максимальный, потому что все понимают, что это последний шаг, возможность вот выступить, проявить и где-то набрать баллы. Поэтому я бы, конечно, тут сосредоточила внимание на таком психологическом составляющей, да, вот ребят подготовить к тому, что они должны быть корректны, они должны уметь слушать, но поработать над техниками выступления, как себя проявить, как себя показать, да. Это нужно начинать делать сейчас. Мы попробовали предложить в рамках Дней науки, фестиваля науки, поработать ребятам, посмотреть на себя со стороны и предложили им тот же самый формат круглого стола в обсуждении вопросов. Причем вопросы можно брать максимально такие вот близкие, которые могут попасть и в тему урока, и в тему интерактивной лекции, да, заодно вот пообсуждать тематику других модулей. Но принципиальный формат заключается в том, что мы, ребята, предлагаем им не просто выступить, но еще и поработать экспертом, посмотреть со стороны, как это выглядит. Поэтому в небольших группах там даже от трех до пяти-шести человек группа конкурсантов, группа экспертов, такие два круга, круг в круге, да, когда они выступают, обсуждают и смотрят тут же на то, как они воспринимаются со стороны, очень хороший, успешный такой формат. Ну вот мы, в частности, от ребят получили максимально позитивную оценку в том плане, что и интересно, и показательно, и даже без записи видео, хотя это тоже дополнительный момент подготовки, ну, разбор видео, да, записи, разбор видео, их непосредственно выступлений. Это важно, потому что ребята, во-первых, пишут видео сами, у них на это там много времени, но, тем не менее, они должны привыкнуть к тому, что новая техника, да, они с ней познакомились, им нужно привыкнуть к тому, что они будут на себя смотреть, отсматривать, обрезать это видео, но, во всяком случае, у нас большие надежды, потому что варианты, те, которые были на отборочных чемпионатах, они довольно хорошие, ребята с этим справляются, вот, и подготовка, конечно, собственной манеры выступления, вот найти какую-то такую форму, которая даст возможность себя проявить, но в то же время не попасть вот в эти вот ямки какого-то крика, да, нервов, внимание или не внимание к мнению других, так далее, так далее. Еще вот точность в рекомендации, Татьяна Владимировна здесь вот по формату сказала, что у нас это было в рамках Дней науки, у нас были ребята абсолютно знакомые друг с другом, то есть те, кто пришел. В этом плане очень здорово, потому что они видели друг друга в первый раз, и мы, этот формат очень, нас заинтересовал, потому что можно, если вы готовите конкурсанта, попробуйте, его точно так же обнуть в среду, в которой мы неизвестны, то есть с теми ребятами, ну как, окуните его так, чтобы он поработал с незнакомыми, чтобы он сориентировался, чтобы вы увидели, как он ориентируется, возможно, вам понадобится с ним проговорить какие-то моменты, реакции его, и ему будет очень хорошо видно себя на фоне незнакомой ему группы, есть вариант, что можно такую сделать сборную группу, сборную солянку, вот, и заодно приближить еще и ребят из других групп, которые, возможно, в следующем году выстрелят и пойдут на чемпионат, поэтому очень рекомендуем такие незнакомые группы, нам кажется, что на них прям очень-очень наглядно, они приближены к самим конкурсным условиям. Я просто читаю сейчас вопрос, да, по поводу микрофона, вот смотрите, то, что нам нужны микрофоны для экспертов, для того, чтобы услышать, как ребята обсуждают, да, у нас, смотрите, какая ситуация, полтора часа, они сидят, каждый в своем закуточке, отдельно, и делают свой собственный проект, то есть, да, и какую-то там демонстрацию на доску и так далее, то есть, все, обсуждение, которое между ними будет происходить, и это первая их встреча в очной дискуссии, они эту тему между собой никаким образом не перетирают вот до этого, абсолютно, да, вот, поэтому я думаю, что все должно быть наглядно, вот, еще обратите внимание, пожалуйста, застройку, в этот раз у нас эксперты мобильные тоже, каждый на отдельном стульчике с пепитером, да, можно всегда эксперту сесть поближе, у нас нет для экспертов заградительной черты, да, куда нельзя обходить, эксперт может прямо вообще вот по духу ученику, конкурсанту сесть и вполне спокойно слушать, можно передвигаться по площадке, ходить, в этом плане тоже конкурсантов готовим к тому, что для них все смотрят, особенно ребята все приедут первый раз на формат межмулза, межмулз это открытое мероприятие, в котором есть зрители, зрители, которые приходят смотреть на это, на все, как на выставку, да, в этом, в принципе, одна из задач WorldSkills, как движение, поэтому их нужно тоже психологически очень четко подготовить к тому, что в данном случае они некие экспонаты на выставке и на них будут висать максимально. Ну вот еще раз делаю акцент, да, у нас две стены непрозрачные, да, справа и слева соответственно на площадке, а все остальное это максимальная зона для того, чтобы, да, ходили зрители, смотрели, дышали и практически застыли. По схеме, как я помню, вот здесь вот именно проходы для зрителей а дальше глухие стены от других площадок. Ну вот именно, то есть зрители здесь будут ходить. Зрители, да, ходят, смотрят, останавливаются, иногда может смутить вид зрителей. К нам не будет ходить. К нам такие, очень, да. Тем более вот этот заключительный этап, он зрелищный, первый день, да, он весь зрелищный и на чемпионат привозят очень много детских групп посмотреть, именно познакомиться с профессиями, да, поэтому иногда ребят очень смущает, кто это вдруг там, да, в куртках, шапках и шарфах. Да, и мы на них тоже их готовим к тому, что мы все оставляем за пределами площадки, смотрим только в глаза, слушаем людей, с которыми сейчас играем, поэтому максимально их в этом плане настройте. И у нас был еще вопрос не сейчас, но вот я просто помню по контексту, когда ребят записывают видео, они просили какой-нибудь будет ли, спрашивали, будет ли какой-то фон, будет ли место какое-то для этой записи. Я же смотрю на площадку, такого места у нас не предусмотрено. У нас есть на перегородочке, видите, здесь елка. каждый участник, он сидит за перегородками, то есть его рабочая зона отделена. И в этом смысле он может повернуться там как угодно, да, и сделать себе спиной фон, перегородку в качестве фона. Сможет любую стену и любую перегородку использовать в этом качестве. Вот, у нас был опыт, когда ребята по площадке разбредались именно по рабочей зоне, мы не запрещаем при записи. Разбредаться по рабочей зоне, искать себе комфортное место, были удивлены тому, что каждый нашел свое комфортное место, оно было не одно, как рубка, потому что были предложения, может нам рубку сделать такую вот прям без каждой зоны. Ты тоже, каждый человек проявил очень креативно, да. Вот, поэтому вот такого тоже места не будет, обратите их внимание, если будут вопросы, вот, поэтому пусть они вот сейчас попланируют, где и как им удобно. Но во всяком случае, то, что у тебя есть своя рабочая зона с ограждениями, да, какой-то вот зон комфорта, я думаю, должна для них тоже сработать, и они должны потом в плане почувствовать. вот, в любом случае психологическая подготовка, из дополнительных вот по вопросу техники, напоминаю, что у нас нет запрещений пользоваться чем-либо в плане программного обеспечения, единственное, что если нужно ребятам, чтобы они установили, чтобы, допустим, на планшетах ученических были установлены какие-то специфические программы, об этом во всем формате Toolbox, тоже вы сообщаете, пишете, и, соответственно, согласовываете, возможно, или нет. С точки зрения внешних источников, можно привлекать любые сайты, единственное, что у нас не уменьшенное хранение, как было, как и мы обычно пишем уточные ресурсы, вот мы написали, нам сделали замечание, мы сейчас в процессе именно изменения одного слова, не ресурсы, все-таки, а хранилище? Да, хранилище нельзя использовать, вылавливается очень быстро, потому что площадка просвечивается, все. То есть мы используем конструктор или хранилище? Нам нельзя пользоваться облачными хранилищами, а конструктор мы используем Мы все, что можно, да, единственное, сразу скажем, что если компьютеры у ребенка завис за счет скачивания какой-то очень тяжелой программы, компьютеры у нас новые, на площадке будут, и они не чистые, не перегружены ничем, то есть это не вина технических экспертов, потому что технические эксперты, они четко как бы вычищают все перед началом, и это будет зависание по причине самого конкурсанта, поэтому вы как-то посмотрите, схожие тоже технические параметры, чтобы вообще Wi-Fi потянул, и чтобы через Wi-Fi можно было просто как-то вот, хоть как-то скачать это, то есть возможно ребенок просто зависнет участник, на том моменте, что он там сейчас будет скачивать из двух с половиной подготовки, они открываются у него там что-то. У нас ресурсов, которые в интернете, да, и пользуются, можно пользоваться как конструкторами, если там что-то вопрос поискать, чего-нибудь новенького, вот еще, по-моему, в течение всего этого месяца будут идти программы Высшей школе экономики по ГИК для учителей, где как раз вопрос сайта специфического, да, то есть это все, это все есть в системе хранения, поэтому можно взять презентацию, посмотреть, да, что, да, записалась на секс-чет, по-первыху, да, то есть все можно в принципе, если, ребята, вопрос, можно ли пользоваться сайтом, на котором можно сделать тест, да, конечно, можно, да, то есть это все абсолютно разрешается, нельзя только себе в облако положить готовую презентацию или отобранные материалы и, соответственно, потом выкачать на площадке, да, поэтому очень много возможностей, действительно, возможность, чтобы показать, проявить хорошее качество техники и доски, которая больше, чем просто, да, вот смарт-доска, вот поскольку у нас в этот раз точно есть формат соединения планшетов ученических и, да, панелей, поэтому тоже можно продумать, да, вот сейчас техническую такую провести подготовку по поводу того, что, какие виды заданий, принципы работы можно использовать вот в этом ключе, вот, ну, в Москве кто-то с электронной смешим работает, да, то есть, аналогичные какие-то проекты, вот, это все можно, об этом по всем можно подумать, сделать, вот, и, ну, я бы, наверное, все-таки сделала акцент на том, что вот сейчас в оставшееся время мы готовим их уже не столько содержательно по предмету, причем предметов у нас действительно практически нигде нет, вот, а готовим их к тому, чтобы они смогли показать все то, что они умеют, все то, что они хотят, и вообще вот, то, за что вы их выбрали на чемпионаты, и что они уже подтвердили на своих отборочных чемпионатах, вот, наверное так, я еще раз напомню, что у нас есть группа в фейсбуке, в которой мы опять же можно, да, все вопросы возникшие отправить, положить, да, поэтому мы абсолютно на связи, но только, я вам передаю, если там запланировано еще что-то, нет, нет, мы уже достаточно много по времени, конечно, здесь рассказали, и, коллеги, вот, кто у нас не смог сегодня смотреть, вы, пожалуйста, там как-то хотя бы включениями смотрите, мы через неделю будем принимать вопросы еще раз, потому что на следующей неделе у нас по технологии Дмитрий Александрович свою, в общем-то, представляет компетенцию, более подробно разбирает, а мы тогда через неделю тоже придет вам приглашение на почту, вы, пожалуйста, подготовьте вопросы, потому что мы именно этим составом тогда просто ответим вам на вопросы, и здесь уже будет более точечная работа, на этом мы, наверное, в два вебинара уложимся именно по подготовке к чемпионату, в дальнейшем мы хотели бы предложить вам такие некие включения, наверное, уже после чемпионатного характера по вебинарам, которые связаны будет с сборкой экспертного сообщества, фиксированием экспертного сообщества, потому что у нас есть планы развивать экспертное сообщество, сделать куб экспертного сообщества именно педагогические компетенции, связанные с нами, это будут бонусы в качестве обучения, в качестве конференции, в качестве наших все-таки встреч, И, возможно, мы запланируем поездки экспертного сообщества в разные регионы вместе, потому что таким образом мы отреагируем на все новшества в нашем управлении, и у нас будут такие достаточно сильные возможности, как у сообщества. Так что сообщества с этого года мы будем закрывать. То есть если до января у нас не прикрепится к нам еще кто-то, то мы уже будем работать рабочей группой и делать задания той рабочей группы, региональной уже рабочей группы, то есть разными регионами, которая до этого с нами отработала два года, потому что мы настроены на то, чтобы были люди с опытом в группе, и чтобы они на основании опыта вносили изменения, меняли все документы. Поэтому вот до февраля понесли основные изменения на следующий год. То есть вот поэтому, если у нас нет опыта участия в чемпионатах в качестве компатриотов, то, к сожалению, вот будет возможность войти в это движение только в следующий год. Большое вам спасибо. Мы со всеми прощаемся. Ждем вопросы. Да, Галина Валентиновна, мы, естественно, пришлем все. Ссылка есть на прошлый вебинар. Тогда в рассылке тоже, да, это все есть. Да, Галина Валентиновна, у вас прекрасные коллеги, они вам ссылку переслали. Вот, от ноги, видимо, не переслали. Вот поэтому еще и коллегам тогда скажите, что они у вас молодцы. Им большое спасибо. Мы пришлем запись в вебинар, чтобы понимаем, что вопросов много, наверное, вы задали. Ну, на следующий раз мы на вопросы ответим, когда люди посмотрят более все подробно. Еще раз спасибо вам большое. Мы с вами прощаемся и, в общем, очень ждем исключения. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.